Урал стал мировой столицей туризма. В эти выходные путешественники России, Австралии и Китая слетелись в Салихард на главный праздник северных народов – День оленевода. Чем живут современные ненцы, как выиграть гонки на оленях упряжках и что такое умный чум? Репортаж с Полярного круга моей коллеги Марии Агеевой. Азарт, яростные крики, кровь кипит. По километровой трассе упряжки проносятся за минуту-полторы. Кто быстрее, выясняют почти три десятка оленеводов. На кону уже современный транспорт – снегоход. Это самая зрелищная часть главного праздника северных народов – Дня оленевода в Салихарде. На подготовку к гонкам уходят месяцы. Вырезать нарты лучше из ели, а на легче. На полозьях – пластмассовые накладки для скольжения. Сшить костюм, тщательно отобрать оленей, только самых стойких. Перед самым стартом дать им отдохнуть и не кормить. В течение года где-то тренируешь, выбираешь. Которые лучшие из них это выбираешь, потом еще раз тренируешь. Здесь скорости совсем другие. И нарты не гоночные, а пассажирские. Катание на упряжках – любимый аттракцион. Все было очевидно. Для туристов развлечение, для северян – обычный быт. Именно на этих самых нартах семьи приехали на праздник из тундры. Нарты – это основное, главное средство передвижения для коренных народов. Делает их каждая семья самостоятельно. Чаще всего из березы, как, например, и вот эти. Потому что это дерево довольно-таки крепкое. И вот на таких санях запросто могут ехать до трех человек. Привезли коренные жители и свои настоящие чумы. Показать, как живут. Допустим, две семьи. Одна семья будет спать здесь, а другая семья на другой стороне. Этот чум принадлежит семье ненцев. Алена с мужем занимает одну половину, родители – другую. Кочуют вслед за стадом оленей. Сейчас на стоянке в лесу. В город выбрались только на день. Здесь коренным жителям душно. Их дом – природа. Типичный день. Как проходит? Вот работаем, занимаемся шитьем. И это, в общем, так все. Тихонечко дрова, вода. Но технологии наступают на пятки. Теперь телевизор – тоже естественный атрибут современного чума. То есть вам, в принципе, не в новинку, да? Да, не в новинку нам все это. Пойти еще дальше предлагает Ростелеком. Компания презентует цифровой чум. Интерактивное ТВ – система датчиков, которые заметят дым. Возможность вызвать экстренные службы и видеонаблюдение. Поставится Wi-Fi роутер. Через Wi-Fi роутер подключается телевизор. Камеры видеонаблюдения, если нужно. И человек всегда действительно может знать, что у него в чуме происходит. Тем более, что помещение небольшое. Одной камеры, в принципе, достаточно. Ну, еще одну камеру на выход, чтобы за оленями смотреть. Коренные жители к технологиям пока присматриваются. Такое сочетание будущего и прошлого, новинок и традиций удивляет людей буквально по всему миру. Салихард в день оленевода – мировая столица туризма. Летят из Австралии, Польши, Китая. Что уж и говорить о регионах России. Только начали, нам очень понравилось. Я думаю, все это мы посмотрим. Интересно, как в музее. Будто из музея и национальные одежды. Даже для спортивных состязаний. Свои. Ненецкая борьба – та рома. На борцах – малицы, тулупы из оленей шкур, сапоги-кисы и особые пояса, которые соперники сами завязывают друг к другу. История видов спорта – отражение истории народа. Метание тынзяна на хорей или аркана на шест, навеяно ловлей оленей. Перетягивание палки у ненцев тоже родилось из традиционных промыслов оленеводов. Чтобы удержать своенравного зверя за рога, нужны сильные пальцы. Мария Агеева, Павел Головин, ОТВ.